здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои самые прекрасные на свете зрители и сегодня я свой день начинаю не с обзора блошиного рынка ретро потому что я все-таки поехал на блошиный рынок ретро но мне показалось что это удобнее там ну в общем как-то мне приятнее привычнее и несмотря на это честно говоря было конечно тяжеловато потому что все время присаживалась есть где посидеть обзор я начну люблю очень сказки и начну немножечко даже со сказок у меня на столе сладкая парочка царь гвидон и шамаханская царица которые были это керамика и они были сделаны на заводе по моему электролит что-то в этом роде вот у меня был царь гвидон вот такой симпатяга с усами кружка такая замечательная сейчас не стоит мимоза ну можно посмотреть вот видите у него на такой петушок даже на ручке в общем вот такая вот красота но и он был одинок и там я увидела шамаханскую царицу кружку но керамику очень люблю а тем более ну вот такую красавицу ну как я царя гвидона оставлю без его любимой царицы и конечно как же они могут без петушка золотого гребешка который сидел на шпиле и говорил царю гвидону когда нападают войска и вот я купила дымковскую игрушку такую чудесную то свисток такой вот замечательный петушок золотой гребешок вот мудрец перед дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка посади ты эту птицу молвил он царю на спицу петушок мой золотой будет верный сторож твой коль кругом все будет мирно так сидеть он будет смирно но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны иль набега силы браны иль другой беды не званы в миг тогда мой петушок приподымет гребешок закричит и встрепенется и в то время обе и в то место обернется и это свистулька моя вторая покупка замечательная дымковская игрушка ну и следующая покупка выглядеть у меня здесь такая замечательная чайная пара это кузяевский фархоровый завод и посмотрите какой он праздничный нарядный золотом с красными я не знаю яблочки и что это такое ну вот как раз мне кажется 8 марта и вот смотрите какие тарелочки я купила замечательные вот видите все в таких тонах и так такая же с оранжевым рисуночком тарелочка куростинского завода и тоже золотом с таким вот рисуночком и завод красный фарфорист это грузия тоже вот такая вот очень красивая с оранжевая а каюмочкой и золотом ну вот как видите у меня вот появляется ну дулевский мне конечно был песочная тоже было но вот появляются уже и какие-то другие заводы мне в общем-то собирается разных разных заводов такой вот посуда у меня очень много чайных пар немецких у меня очень много чайных пар современных но у меня совершенно не было чайных пар нашего советского времени и не знаю почему так как оказалось почему-то вот так хотя даже чайных сервизов у меня очень много но вот этих не было мне захотелось как-то восполнить и купить это все потому что ну вот как-то посчитала что просто это необходимо и вот естественно перед праздником восьмого марта что я могла купить я конечно должна была купить фарфоровые чайные чашки пару с тюльпанами и вот посмотрите какая прелесть тюльпан дулевский фарфор с ручной росписью и форма по-моему такая же тюльпан посмотрите чашки в общем очень все красиво золото на черном фоне нарядно конечно тюльпан что же я еще могу купить да причем это все я не дорого купила вот такую чайную пару и молочник потому что мне кажется как-то с молочником выглядит все более нарядно ну и конечно на этом я не остановилась на этой чайной пары и купила еще одну чайную пару ну во первых то что я вам еще показывала кузяевскую ну вот как-то быстро решила приобрести сразу несколько чайных пар вот это знакомая всем чайная пара уже стала родной это слива дмитровского завода вербилки где-то как мне сказали это семидесятых годов ну и это тоже сервис из моих воспоминаний потому что я купила вот эту замечательную чайную пару сливы она ведь не такая яркая праздничная потому что я вот смотрите на этой фотографии моя бабушка и вот почти с такой же чашечкой ну похожий вот это тоже слива видите сейчас я разверну ее . вот она да это это чашка я помню ее очень и очень и очень давно вот такие какие-то получились знаменательные покупки боже мой столько воспоминаний такая красота салатик я купила песочный большой который в общем у меня такого в песочного у меня очень много вы помните пиал различных но вот такого большого для салата не было вот решила все купить в таких вот оранжевых праздничных тонах ее называют вишня как правило да листочки похожи на вишню и она бывает у нее вокруг орнамент бывает вот здесь как корзиночка он сделан видите переплетение как корзиночка но бывают ровные гладкие и вот такие вот листочки переходящие я вообще очень люблю керамику и помните в прошлый раз когда я показывал мне очень нравился конаковские керамические всякие вот вещи очень захотелось подвесную тарелочку но эту тарелочку видите подвесная я взяла ее для ну они кстати часто бывают и можно и на авито очень много их встретить и в мешке тоже купить на аукционе мешок да но мне просто вот захотелось на дачу ее повесить на стену и я купила так что я купила не только фарфор но вот такую вот и керамику вот видите ну как вот 8 марта без женской головки тем более шмаханская царевна ну невозможно совершенно и без петушка золотого гребешка ну вот без растений тоже тяжело в общем для дачи очень-очень даже будет красиво сейчас у меня там картина и висит жестовские подносы около нее вот я купила такую тарелочку и помните перед этим у меня тарелочка со скворечником была ну вот хочу туда повесить поменять свой декор ну вот это часть моего обзора остальное я решила оставить на потом ну вот эти покупки которые меня очень-очень порадовали согласитесь покупки знаменательные праздничные чудесные еще обязательно должна сказать что начало что 8 марта как раз совпадает с началом масленицы и сейчас у нас идет масленичная неделя и конечно на масленичной неделе всегда принято радоваться праздновать ходить друг другу в гости и я вам обязательно это желаю я буду пить каждый день масленицы и уже начала пить из разных этих чашек дорогие мои друзья весело вам отпразднивать масленицу прекрасного настроения и всего самого-самого весна масленица и прошедший 8 марта счастливое 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 время люди гуляли ходили друг другу в гости в общем веселились от души и потешить широкую масленицу значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить ряженые ярмарки взятие снежных городков кулачные бои как люблю я кулачные бои да куда уж тебе сиди да уж сижу так вот купание в прорубь лазанье по шесту за призами пляски танцы все это случалось в эту залихватскую неделю а еще один главный и неотъемлемый символ масленицы масло не интересно кто сказал чучело чучело да что ты чучело да не ты чучело а масленичное чучело а масленичное чучело чтобы все то плохое что было в том году сгорело вместе с ним да люди даже бросали в костер старые вещи с которыми были связаны плохие воспоминания а почему потому что шла весна а с весной начиналось все заново кстати загадка а кто знает как назывался каждый день масленичной недели под понедельник как средь молодцы а вторник зайки молодцы лакомка правильно а четверг разгулять вот как сегодня разгулять так разгулять пятница тещина а с суббота заловкин правильно и воскресенье кто знает прощенный день мой любимый праздник прощенный день и у каждого дня была своя традиция прости меня